Числа 10 июня кровля будет полностью комиссионно сдаваться эксплуатации и вход на кровлю будет вообще закрыт, кроме эксплуатирующей организации. За долгие три года реконструкция Ленинского мемориала обернулась настоящей эпопеей. Поначалу ремонт шел по графику, позднее и с опережением. Успели даже взяться за преображение внутренних помещений. Казалось, что денег хватит на многое, но ковидные годы внесли свои корректировки. Сперва снижением финансирования на 10%, а затем и ростом цен на стройматериалы. Мы не удовлетворены итогами прошлого года. В прошлом году, вы знаете, что было решено везде объявление, что к ноябре месяцу мемориальный комплекс по плановой программе будет завершен и начнет свое функционирование. По факту все видели, что многие работы не только не закончаты, а еще и не начаты. Работы ведутся в плановом режиме. На текущий момент заключен очередной контракт на проведение работ уже внутренних и частично внешних. Как такой план ложится на реалии действительности, неизвестно. Едва общественники стали задавать конкретные вопросы, представители ответственных ведомств место разбора полетов покинули. Остается открытым пока что вопрос благоустройства прилегающих территорий. 22 старые ели, которые были признаны комиссионно, что они находятся в аварийном состоянии, они были заменены на, скажем так, большеразмерные, новые. И они, слава богу, прижились, за ними горд Зеленхоз ухаживает. Здание Ленинского мемориала – объект, знаковый для нашего города. И на это неоднократно обращали внимание в том числе губернатор Ульянской области. Следовательно, каждый вопрос должен прийти к логичному и исчерпывающему ответу. Пока что реконструкция внешнего фасада здания и крыши выполнена на 99%. Внутренние работы идут полным ходом, но уже известно, что никаких современных компьютерных залов не будет. Плановый расчет завершения всех работ намечен на конец декабря 2024 года. Главное, что очередной форс-мажор в очередной раз не отодвинул вновь обозначенный финал. Александр Злобин, Юрий Давыдов, репортер 73.